Приветствую дорогого зрителя на своем канале сегодня будем пикировать а точнее пересаживать торф таблеток петунии я вам покажу результат и расскажу как я их вырастил стаканчики буду применять седьмой номер вот такие мягкие многоразовые стаканчики также подходит номер шесть с половиной на шесть с половиной это восьмой номер я пикировать буду следом перца тоже смотрите но это будет другом видеоролике и так петунии вот это у меня результаты из черенков уже почти месяц им я их рассаживал и восьмой номер и шесть с половиной на шесть с половиной отлично подходят стаканчики также укоренял в торф таблетках потом про эти петунии я видео посева снимал но к сожалению большому сожалению самый первый файл я просто видимо удалил по неосторожности видите у меня эти уже без колпака стоят эти еще будут находиться под колпаком и посмотрите вот эти петунии вот с этой тарочки я буквально на днях пересадил и они сразу в грунте тронулись в рост заметную разницу да про эти петунии сразу говорю это из семян зашли ними через месяц посев производил 1 числа 0 2 то есть 1 февраля сегодня 24 марта зашли они через месяц я даже не надеялся что зайдут я скажу как и сил даже не надеялся что зайдут и просто уже убрал пленку крышка здесь было брал крышку пластиковую и отодвинул от солнца поближе к батарее получилось и смотрю начали проклевываться ну конечно не все и про вот это говорю вот так у меня была перегородочка я отмечал кипяток а это просто теплая вода то есть я заливаю торф таблетки торф таблетки набрали в себя влаги потом обливал половину кипятком прямо и тут же кидал семя сверху чуть-чуть придавливая семя были гранулированная чуть-чуть придавливая пальцем ну и собственно по самому по своим схода видно что вот эти покрепче я с этой кучки собственно вот эти и пересаживал то есть метод был в кипятке ну и теперь пересадка грунт я применяю универсальный для рассады для цветов разный какой попадется мы не будем смотреть название но в каждый грунт каждый грунт я добавляю вермикулит конечно не строго по инструкции на глазок вот так видно чтобы он везде везде прям был вот так вермикулит нужен нам для дальнейших удержания влаги и также он разрыхляет почву вот вот такие попадаются штуки сейчас мы применяем 7 номер 7 на 7 отличные стаканчики вот так с пол стаканчика насыпаю грунт вот пару штук и пересадим полив тогда когда они были находились у меня втор в таблетках я производил с помощью шприца можно с помощью спринцовочки буквально капельками вот так вокруг ну и снизу поливал водичку чтобы они набирали в себя влагу чтобы еще и не залить их с такими сеянцами надо очень аккуратно я петунию сел впервые ведь он я ее прежде ливану воды чтобы то в таблетке набрались влаги для пересадки вот так аккуратно распаковываем также аккуратно выставляем и замечаю сразу после после пересадки в грунт они вот видите как ну прям сразу видно это несколько дней назад дня три-четыре где-то вечером после работы приходил сейчас у нас выходной и пересаживал можно конечно не заморачиваться с торф таблетками сделать это все посев произвести в грунт вот в следующем сезоне я все-таки еще раз возьму семян и сниму полный видеоролик сейчас я вам показал только результат и пересадку ну и какие стаканчики я применяю я эти стаканчики применяют для для всей рассады не сильно так чтобы не засыпать растения уронил и не поломать естественно остальные я сделаю без видео что я сделаю дальше дальше я их устанавливаю в этот же микро парничок я вам потом буду томаты еще сеять перцы у меня там всего еще много покажу другие свои емкости в которых я пересаживаю что потом удобно было доставлять на дачу далее так как торф таблетка сильно увлажнена я просто вот так по краешку проливаю водой немного немного поправляем вот так грунт посядет сейчас она примется через несколько дней ну так же как вот эти и я подсыплю сверху еще грунту если это потребуется чтобы они вот так четко вот так стояли вот это немножко болтается как будто только что и воткнул и далее закрываем микро парничком после чего уход раз наверное в два дня приоткрываю опрыскиваю из пульверизатора также я ежедневно опрыскиваю вот эти петуньи хризантема у меня там еще стоят розочки комнатные опрыскиваю из пульверизатора и полив по мере высыхания грунта это все зависит от грунта не один раз за неделю и ставлю на светлый подоконник кстати да самого главного не сказал сеял я их второго второе месяц первого числа то есть смотрите 1 марта где-то 1 марта у меня появились сходы и они у меня вот эти видите состояние их они у меня без всякого досвечивания на светлом ближе к югу там запад юго-запад как бы окошки и как видите она не по вытягивалась и чувствует себя отлично то есть вот в это число если сеять если так вот все четко получается то можно и обойтись без досвечивания убираю их на подоконник на этом заканчиваю свое видео смотрите также плейлист хризантемы посадка размножения уход передержка тоже плейлист отдельно передержка растений до посадки в грунт и на этом с вами прощаюсь ненадолго до следующего выпуска с вами был александр клуб садоводов хабаровск всем пока